Приветствую, это канал «Не жди меня из Украины». Вашему вниманию предоставляем краткий обзор новостей за октябрь, который мы ранее публиковали на наших телеграм-каналах. Хочу напомнить вам о важной информации. У нас есть только два официальных телеграм-канала «Не жди меня из Украины» и «Не жди хорошие новости», а также один YouTube-канал, где выходят наши видео. Ссылки на них вы можете видеть на ваших экранах. Мы никогда не просим у вас деньги за наши услуги. Пожалуйста, будьте внимательны и игнорируйте поддельные каналы с нашим названием, которые хотят завладеть вашими деньгами путем обмана. Не поддавайтесь на уловки мошенников. В начале краткая статистика работы канала. За период с 1 по 31 октября на нашем телеграм-канале была опубликована информация о 162 военнослужащих, которые попали в плен к ВСУ. 5391 сообщение о гибели военнослужащих на территории Украины в разные периоды времени, а также 221 обращение родных и близких, которые разыскивают военнослужащих. Не успели виновные в смерти группы Эрнеста и Гудвина понести наказание, как в армии назрел новый скандал. На видео бойцы 19-го танкового полка просят помощи. Они утверждают, что командование намерено устранить их за отказ выполнять необдуманные приказы, приводящие к огромным потерям. Поэтому они заняли круговую оборону и пытаются спастись от смерти. Судьба бойцов на данный момент неизвестна. Мы военнослужащие штурмовой роты 19-го танкового полка 25-й армии. В данный момент мы занимаем круговую оборону по ту сторону пи***цы, которые долбят по нам день и ночь, а по ту сторону пи***цы наши же, которые хотят нас всех обнулить по той простой причине, что мы отказываемся выполнять их тупые, необдуманные, пьяные приказы. Наш командир батальона, Радченко Сергей Сергеевич, позывной «Атлас», несколько дней назад начал обнулять наших бойцов. В прямом смысле слова, совершать самосуд, убивать наших людей вместе со своим товарищем, который относится к группе «В». Через некоторое время появилось обращение одного из бойцов также 19-го полка, в котором он рассказал о преступлениях, которые происходят в подразделении, и обвинил своих командиров в расстреле его сослуживцев. По приказу командира полка 19-го танкового ВЧЛ-12-322 позвонил пионер. По его приказу два бойца с позвонами «Фенич» и «Сказка». В марте месяце обнулили троих бойцов. Позвоной «Элвис», позвоной «Прок» и позвоной «Малой». Обнулили его «Сказка» и «Фенич». Еще раз повторяю. Также по приказу «Пионера» это был май месяц, боец с позвонами «Никель» обнулил «Доломита», обнулил «Гориллу» и обнулил «Масянин». «Масянин» у нас с роты «В». Из-за того, что ребята отказались идти на «ФПГ-Дроны». Также хотели обнулить меня, из-за чего мне пришлось экстренно покинуть зону боевых действий. Контракт не закончился. Хотел служить дальше на пользу родины, но команда мне посчитала, что я уже больше не нужен. Я личный свидетель. По достоверной информации, которую я точно знаю, при мне это было 6 человек, которых обнулили по приказу «Пионера». «Атлас». Ребят тоже бегал, искал там на передке. При мне он бегал, искал только одного. Не помню точно позывной уже. Но он нашел в каком-то прибеже и обнулил. И, кстати, в «Фенниче», на нашей точке, где мы жили, там точка эвакуации медиков, он там лично сам из автомата обнулил бойца с позвонами «Хаммер». Как-то так. Нам удалось узнать личности некоторых расстрелянных бойцов. Информацией с нами поделилась родственница одного из погибших, которой удалось пообщаться с бойцом на предыдущем видео. Ими оказались Андреев Никита Михайлович, 92-го года рождения с позывным «Элвис», который погиб 22 марта, и Шестакин Алексей Васильевич, 2003-го года рождения с позывным «Малой». Также удалось идентифицировать командира полка с позывным «Пионер», который отдавал преступный приказ. Это подполковник Ладнов Евгений Борисович, 78-го года рождения из Южноуральска. «Ситуация была такая, но на то бы за это я не ходил. Но все подробности я точно узнал. Об этом мне проговорился пьяный исполнитель с позывным «Сказка». Он все это рассказал. В общем, «Элвис» отказался вести людей на смерть от дрон и так далее. Там, то есть, вариантов вообще не было. Вот они оставались на нуле. Скажем, куда их привезли. Наш замполит отряда сказал, «Ребят, пока сидите. Сейчас, я думаю, чем заняться. Там поможете. Там, может, воду подскать, гераник подтащить. Будьте на связи, будьте рядом». Все хорошо. Все, они через 2 суток спеца командир полка с позывным «Пионер» отдают приказ «Пионер» и «Сказке», чтобы ребят вот троих обнулили. И он сказал, «Если вы их не обнулили, я обнулил его сам». Они вывели их в соседнюю лесополку без броней, без автоматов. И дали каждую очередь в грудь, прям в упор. Доносы все чаще стают серьезным инструментом для мести. А если у доносчика имеются связи, то вряд ли есть способ спасти обвиняемого, даже если обвинение полностью неправдиво. На фото Пряхин Евгений Владимирович проходил службу в военном оркестре в воинской части 90-151. Из-за доноса сослуживца и его родителей в наказание был отправлен в зону СВО. Евгений 9 лет занимался музыкой. Соответственно, ни боевого опыта, ни навыков ведения боя не имел. Спустя 8 дней после отправки перестал выходить на связь. В данный момент имеет статус «Без вести пропал». Мой брат Пряхин Евгений Владимирович является военнослужащим военного оркестра в УЗ-917 творческая деятельность. Был отправлен в зону проведения специальной военной операции без каких-либо обучений, сдачи дел, боевого расчета и так далее. На данный момент сегодня ровно три месяца, как его туда отправили. Мы как семья предприняли все действия и не видим никаких действий со стороны его руководства. И на данный момент мой брат является пропавшим без вести. Всему этому предшествовала одна ситуация, которая произошла в его части 9151. В данной части его сослуживец перешел в состояние алкогольного опьянения вместе со своим отцом, гражданским лицом с целью расправы над одним из сослуживцев. Мой брат предпринял все действия, в данном случае актуальные. Он запер этого молодого человека вместе со срочниками и выгнал сослуживца и его отца с территории части. Руководство части потребовало объяснительность этого молодого человека, он ее написал, но спустя довольно длительный срок. На что руководство части предприняло решение о том, что этого парня нужно переводить из оркестра и искать ему другое место. Они написали заявление в прокуратуру местную и, насколько я знаю, был приказ об отправке его в зону проведения специальной военной операции как косячника, скажем так. Далее приказ был отменен командиром 18-й дивизии, герой России и был отправлен новый приказ на моего брата, что моего брата нужно отправить первым самолетом в зону проведения специальной военной операции. Интересный факт, что ему было донесено о доносе на него, содержание которого звучало следующим образом, что мой брат продает, ворует и распродает военное имущество. На самом деле это неправда. У него было руберцев. История их покупки есть на одной из платформ, так скажем, продажи. Но, к сожалению, это не имеет сейчас никакого смысла. И также, что он, являясь преподавателем в детской музыкальной школе на 0,5 ставки, не платит налоги. Данный факт является лужи, как и предыдущий. И дальше его отправили на подготовку. Два дня он был на полигонах. Напоминаю, человек-музыкант. Он 9 лет служил в оркестре. Он не умеет стрелять, он не умеет собирать танки, он не умеет ремонтировать эти танки. Он не разбирается в тактике ведения боя. Он не знает, когда можно двигаться, когда нельзя двигаться, в какое время идет эвакуация и так далее. То есть, какие-то базовые истории ему незнакомы. Он не такой военнослужащий, который воюет, так скажем, и обучался этому искусству ведения боя. И 20.07 нам поступило последнее сообщение от него. Он написал о том, что его везут на Украину за ленточку на фронт. Это было последнее сообщение от него. Дали новости конкретно от него, мы не получали. Случай, когда оркестрантов отправляют на фронт не единичный. Стало известно имя еще одного пропавшего без вести сослуживца Евгения. Это Борисов Алексей Сергеевич, 98-го года рождения из города Гусев. 20 июля последний раз выходил на связь. С 31 августа числится без вести пропавшим. Часто подписать контракт с Министерством обороны мужчин толкает далеко не патриотизм, а жизненные трудности. Многие готовы заплатить страшную цену за возможность попробовать начать жизнь сначала. Я просто не воспринимала это, что если я погибну, вы получите деньги за меня, расплатитесь. Но даже среди тех, кто пошел на СВО по зову сердца, есть те, кто разочаровался в своих взглядах. Обманули нас контрактами. И еще такое отношение, как будто это не они нас обманули, а мы их обманули. И вы не представляете насколько отсутствует уважение вообще. Хотя в нашем случае сейчас немерное время. Нет. Ну, по крайней мере вот у нас. Когда мы шли сюда, мы думали, ну что, год родине и перед людьми год постараемся потерпеть, выжить, не умереть. но в то же время понимали, что это можем и погибнуть. Многие погибли. Такое отношение к нам, как будто это не они нас обманули, а мы их. иностранцы, которые подписывают контракт с Министерством обороны по его окончанию, могут уволиться с армии. Но на их пути часто оказываются командиры, которые просто игнорируют их рапорта и бойцы попадают в ту же ловушку, что и граждане России. Ну, извините, мое задорожение, мой контракт уже вот он, все, конец ему. Сейчас у меня период отпуска, после отпуска я уже должен увольняться. Федеральный закон номер 53, статья 51 огласит о том, что иностранец, закончивший свой контракт, должен быть уволен. Они не умолняют, они даже сами свои законы не соблюдают. Почему так, я не могу понять, это какой-то ужас. У меня, тем более, 11 детей. Я им говорю, у меня 11 детей, они мне говорят, извини, заражение, ты, когда проходил, подписывал контракт, ты знал, что у тебя 11 детей, ты уже имея 11 детей подписывал контракт, ты не мобилизованный, ты контрактник. А я говорю, я уже закончил свой контракт. Причем тут я, все, я свободен. Нет, ты не свободен. Иногда иностранных граждан приходится освобождать их родственникам, так как к ним применяются насильственные методы удержания. Было уже такие случаи, что применяя физическую силу, заставляли идти на штурма. Люди оттуда не возвращались. Те, которые были ранены с тяжелыми ранениями, они просто физически, по всей видимости, не могли себя спасти. Сбоя ему осталось вообще служить чуть больше месяца по контракту, так как он иностранец, у него заканчиваются службы, но ему отказывают подписывать рапорт, и причем лично в глаза сказали, что ему ничего не подпишут. Неудивительно, что мотивация бойцов с каждым днем падает, так как на войне они сталкиваются с жестокой реальностью, где присутствует смерть, голод, а также отсутствие поддержки командования. Ну, какой ценой, к сожалению, это дается, для нас очень сложно. Наше командование 109-го полка оставляет нам задачи, которые можно выполнить, но без поддержки эти задачи они практически не выполнены. И чем интенсивнее боевые действия, тем ниже стоимость человеческой жизни, тем меньше вероятности, что раненым бойцам придут на помощь. В подвалах здесь гниют наши 300-ые пацаны, очень много раненых, я сам ранен, но пока передвигаться могу. 109-й полк воинская часть 34-494 слоцируется в голову в голову. Следующее видео мы не можем показать без блюра, так как политика ютуба не позволяет нам это сделать. На видео бойцы 132-й бригады обращаются за помощью в эвакуации раненых. Бойцы находятся в критическом состоянии, начинают гнить, нет ни эвакуации, ни подноса быка, ни медикаментов, ни подноса еды так же нет. Просто хотим показать на видео, записав наше обращение, в каком состоянии находимся сейчас мы. И просим как-то разобраться в этой ситуации, помочь нам с этим делом. чтобы уже как-то решился вопрос с эвакуацией и выводом. Но передовое уже 3 месяца это не дело, обещали 2 недели и смены на отдых ничего нету. Вот у бойца гниет рука, медикаменты вообще никаких, что найдем сами в квартирах, потому что находимся на 2 этажах. Так же вон гниет нога осколочная. У одного другого бойца тоже осколочная, пулевая, гниет все. у человека осколок залетел в шейный позвонок, утечет гной, обрабатываем чем можем. Есть еще один боец, который после подрыва на гранате ослеп, правый глаз у него вообще не видит, видит как бы только вспышки. Но, к сожалению, те, кто вернулся с войны домой, сталкиваются с несправедливостью и часто недовольны отношениям властей и общества к ветеранам. Многие из них чувствуют себя использованными, так как до отправки на СВО они были нужны, но теперь о них забыли. Я поддерживал это СВО, я поддерживал вас в этой ситуации, то, что мы нужны народу. Самое главное, то, что хочу сказать, что да, я действительно сейчас в данный момент расходный материал. моя супруга обращалась и к вам за помощью, обращалась в военную прокуратуру, но никакой помощи не последовало. На данный момент у меня выросла киста в голове, глохла на дно уха, грыжа в спине после взрыва, отмирают центральные гвозные нервы, нуждаюсь в операции, на лечение продал машину Волгу, у меня 7 тысяч уходят только в неделю на таблетки. Звали ряжеными, мы с 22-го зашли и нас вот что обидает еще, ряженая говорит. Получил ранение тяжелое, был уволен недолеченным, дали третью группу инвалидности, сейчас по инвалидности у меня идет общее заболевание, пытался переквалифицировать на военную травму, говорят, нужно заключение военно-врачебной комиссии. ВВК нам не дают пройти, не дают направления, едем в Бурденко, в Бурденко говорят, что они этим не занимаются. Ну, вообще, я вот столкнулся с таким, когда я пришел со своими наградами, мне сказали, уберите свои попрякушки, вы их в Невроссийской Федерации получили, можете отдать детям поиграться или выкинуть. С вами был канал «Не жди меня из Украины». Спасибо за ваше внимание, подписывайтесь на наш канал в Телеграме и Ютубе. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова